Мы начинаем. Итак, дорогие друзья, меня зовут Алексей Павловский, и я рад приветствовать вас в лектории Европейского университета в Новой Голландии. И рад представить вам свою лекцию «Российский комикс и культурная память. Комиксное искусство между травмой и ностальгией». Как вы понимаете, тема российского комикса является крайне экзотичной, неисследованной и потому очень интересной. И лично для меня тема комиксов, не знаю, как для вас, но для меня она является сильно отдушиной, хотя бы потому, что область моих исследований основная – это культурная память о блокаде Ленинграда. И, как вы понимаете, в этой теме ничего веселого, в отличие от комиксов, нет. Но, правда, каково было мое ощущение, когда я узнал, что, например, в этом году вышел первый графический роман о блокаде Ленинграда. И, в общем, тогда я понял, что два моих интереса совместились, и я точно должен вам рассказать подобного рода лекцию. Буквально 15 минут назад я провел маленькое социологическое исследование и спрашивал у людей, что они знают о российском комиксе. Я выяснил, что все отвечают, что ничего. И поэтому я рад, что изначально сделал свою лекцию довольно широкой. И то, что вы услышите, в принципе, можно назвать, скорее, обзором того, как по-разному российские комиксисты работают с темой памяти в своих комиксах. Будь то культурной памяти, которая завязана на изображении далекого прошлого России, или автобиографической, которая неотделима от опыта авторов или опыта его родственников. На этом слайде вы можете увидеть план моей лекции. Сначала я довольно кратко расскажу вам, что происходило с российской комикс-культурой последние 30 лет. Во-вторых, я расскажу вам о том, как тема истории так или иначе эксплуатируется в коммерческом фантастическом комиксе. В-третьих, я отдельно расскажу о феномене комикс-автобиографии. И в-четвертых, в конце лекции я затрону такую тему, как изображение трудного прошлого в российском комиксе. Я постараюсь уложиться в час 10, и таким образом к концу лекции вы получите общее представление о том, что происходит в российском комиксе последних лет, и каким образом комикс становится посредником памяти о российском прошлом. А потом с радостью отвечу на все ваши вопросы. Но для начала я хотел бы узнать свою аудиторию, и у меня вопрос к вам. Поднимите руки, кто из вас активно читает комиксы? Любые. Ну, я вижу, всего 10 рук. Хорошо. А кто активно читает российские комиксы? Ну, хорошо. Нас в этом зале всего трое. Хорошо. Но я думаю, что и для тех, кто читает и не читает комиксы, в начале лекции имеет смысл поговорить о таком простом вопросе, что такое комикс как таковой вообще. И когда мы говорим о современном комиксе, в каком виде он существует последние 200 лет, мы подразумеваем следующую схему. Современный комикс — это последовательное искусство плюс изотекст. Термин последовательное искусство или sequential art ввел знаменитый американский комиксист Уилл Айснер. И это представление о комиксной форме как о соположении изображений, которые создают связанные повествования. Имидж-текст, в свою очередь, означает взаимодействие текста и изображения. То есть то, как вместе они образуют третий смысл, которого не имеют по отдельности. И в этом контексте, как писал Роланд Барт, говорить о нашей с вами западной цивилизации как о цивилизации изображений — это не вполне справедливо. Чтобы мы не думали о комиксе, наша цивилизация, более чем любая другая, является цивилизацией письма. И это касается комикса, потому что комикс в действительности — это крайне литература-центричная вещь, в которой именно текст чаще всего манипулирует изображением, фокусирует его смыслы, делает видимым невидимое, и о чем, например, подробно пишет Скотт Маклауд в своей книге «Понимание комикса». Если мы возьмем с вами эту схему, то легко убедимся, что, как вы видите, комиксные формы существовали в России очень давно, поскольку последовательные искусства из-за текста прекрасно существовали и в XVI веке, например, в лицевом своде Ивана Грозного, или, например, вы видите сверху это кунгурская летопись Ремезова, которая рассказывает о завоевании Сибири Ермаком. Она была нарисована в XVII веке. Но, опять же, житийные иконы — довольно классический пример. И я думаю, если вас самих спросить о том, что ассоциируется у вас с российским комиксом, вы назовете, возможно, «Русский лубок», возможно, «Окна роста» Владимира Маяковского. Если речь пойдет о советском комиксе, то в голову сразу придут «Мурзилка» и «Диафильмы». С другой стороны, исследований комикса в России крайне мало. Во-первых, это сборник «Русский комикс», вы видите слева, под редакцией Александра Вейбарзаха 2010 года. Во-вторых, это комикс «Комик арт ин Раша» американского исследователя Хосе Аланеса, тоже 2010 года. Обе эти книги идут примерно похожим путем. То есть это такая попытка воссоздать довольно фрагментарную и пунктирную генеалогию российского комикса, многие части которой исторически, конечно, никак не связаны друг с другом. К счастью, в своей книге Хосе Аланес подробно останавливается и на постсоветском комиксе первых двух десятилетий. Но, как мне кажется, это та ситуация, когда автору сильно не повезло написать свою книгу в 2010 году, потому что все основные важные изменения в российском комиксе происходят как раз-таки после этого года. На этом слайде вы можете увидеть периодизацию истории российского комикса за последние 30 лет. Во-первых, это дикий век российского комикса, который начинается в 88-м году и продолжается до конца 90-х. Потом то, что я называю фестивальным периодом 2000-х и современный этап, который можно отсчитывать с 2010-х годов. И большая часть моей лекции, конечно, будет посвящена последнему этапу, поскольку за последние 30 лет российский комикс прошел очень большой путь. И сначала он начинался с небольших субкультурных комикс-сообществ Перестройки. А сейчас, как мне кажется, он приходит к такому состоянию некого автономного поля, в котором имеются элементы не только комикс-индустрии, но даже какие-то образовательные и научные инициативы, что уже говорит о многом. Но для начала о диком веке российского комикса. Как вы понимаете, в отличие от таких стран, как США, Япония или Франция из Бельгии, Советский Союз в 20 веке так и не стал великой комикс-державой. И одним из объяснений, почему комиксу в послевоенном СССР так не повезло, можно назвать вполне целенаправленную комиксофобию в рамках холодной войны, когда, конечно, в советской пропаганде комикс считался тлетворным явлением Запада, недоискусством, которое расслевает нравственность нашей молодежи и не только нашей. И в свое время, я думаю, вы узнали этого человека, в конце 40-х годов даже Корней Иванович Чуковский написал несколько статей довольно влиятельных о том, как Бэтмен и Дональд Дагг, они расшатывают моральные устои, делают из детей серийных убийц и извращенцев. Другое дело, что буквально в то же самое время в Америке огромное количество людей думало абсолютно так же. Но, однако, отсутствие какой-то развитой комикс-культуры в СССР, за исключением, конечно, мурзилки или веселых картинок, оно как-то не вяжется в голове с фактом, что в 88-м году, когда выходит закон о кооперации, будто из ниоткуда, из какой-то пустоты появляются десятки художников, которые с разной долей мастерства начинают рисовать комиксы в России. И в течение нескольких лет, вы видите, появляются такие объединения, как комикс-студия Ком в Москве, сначала при газете «Вечерняя Москва», а потом и самостоятельно. В Уфе появляется студия «Муха», в Екатеринбурге журнал «Велес», группа комиксистов появляется даже в Нижнем Новгороде и в Ульяновске. При этом интересно, что в нашем городе, в Ленинграде, никакой комикс-тусовки на тот момент почти не появляется. При этом надо понимать, что тогда интернета не было, и каждое абсолютно из этих сообществ, оно было замкнутым. Они практически не контактировали друг с другом, не общались. Ну, а в гендерном плане, конечно, это были обособленные мужские товарищества художников, назовем это так. Собственно, кто были эти люди? В поколенческом смысле первые российские комиксисты относятся к той общности, которую антрополог Алексей Юрчак называет последним советским поколением. То есть большая часть этих людей родилась в период с 60-го года по 70-й. И когда я начал брать интервью этих авторов, я, в принципе, довольно быстро понял, почему так много этих людей возникло в 88-м году. Поскольку некая подпольная комикс-культура, она все равно была, и все эти люди в своем детстве, в подростковом возрасте, они все-таки читали разные иностранные комиксы, будь то польские или французские, которые можно было купить в киоске или найти в книжном магазине, или американские, которые папа с мамой могли привезти из-за границы или родственники. И, например, в случае Аскольда Акишина, его первым комиксом стал французский комикс «Пив». Комиксов этих было очень мало. Для позднесоветского подростка комикс был редкостью, атрибутом воображаемого Запада, и некоторые авторы, они признавались, что этот крайний дефицит подталкивал их к собственному творчеству. И многие из этих людей потом пошли учиться на художников, некоторые стали мультипликаторами, их интерес к комиксу никуда не делся, и, конечно, с началом перестройки достать комиксы стало гораздо проще, появилась возможность их публикации. Если говорить в художественном смысле, то, конечно, «Дикий век» был временем абсолютной эклектики, поскольку авторы могли подражать тем редким вещам, которые они успели прочесть. То есть мейнстримный американский комикс про супергероев франко-бельгийской бандезины, чешские и польские комиксы. Таким образом, если мы хотим исследовать историю современного комикса в России, мы должны прочитывать ее через теорию культурного трансфера. То есть смотреть, как комиксные формы разные заимствуются с Запада, чтобы потом описывать советские или постсоветские реалии. Безусловно, авторы «Дикого века» больше всего занимались фантастикой и, как ни странно, литературными адаптациями русской классики. На этом слайде вы, например, видите разворот из графического романа «Мастера и Маргарита» Акишина и Заславского. Этот чудесный роман, кстати, никогда не был опубликован на русском языке, он был опубликован только во Франции, насколько я помню, в 2004 году. И вообще эта тяга к литературным адаптациям, она объясняется довольно просто. Просто, что во время «Дикого века» профессиональный комикс-сценаристы, они просто отсутствовали, что, к счастью, сейчас уже меняется. Что касается непосредственно нашей с вами темы нашей лекции, то есть любой истории, культурной памяти, то тема прошлого, она, конечно, ее нельзя назвать периферийной для комикса «Дикого века», но она явно была второстепенной. С одной стороны, был тренд, когда авторов и читателей интересовались сюжеты далекого прошлого России или Руси. Ну, например, слева вы видите, это комикс про Петра Великого, посередине это комикс про Куликовскую битву, а это знаменитый комикс «Велес» про такой славянский мифологический сюжет. С другой стороны, в рамках перестройки имелся запрос на переосмысление советской истории, и в частности, досталинизацию. Ну, как, например, в графическом романе «Георгий Жуков» или сборник студии «Ком.Культ», который, опять же, так и не был опубликован. Например, Михаил Заславский вспоминал, что сюжетом одного из комиксов, которые он нарисовал в этот сборник, была история о домовом, который жил в памятнике Сталину. И когда памятник сломали, и несчастный домовой побежал к своим соседям, то домовые из памятника Ленину его не пустили. И иногда переосмысление советской истории, конечно, доходило до откровенного Стёба, который, к счастью, был очень качественным. Например, как в комиксе Игоря Кожевникова «Бэтмен в СССР». То есть это история о том, как «Бэтмен» в начале 20-х годов приезжает к голодающим по Волжье и, как вы догадываетесь, помогает красным комиссарам выслеживать маньяков-каннибалов. В-третьих, в начале 90-х годов у комиксистов появляется желание как-то осмыслить недавнее прошлое 80-х. Например, в журнале «Велес» выходит комикс «Красная кровь» о войне в Афганистане. При этом это не то, что история такая поданная, как, не знаю, история о посттравматическом синдроме, но совсем наоборот. Это наш ответ Рэмбо, довольно героическая версия. А в журнале «Муха»… Вот у меня вопрос к вам. Как вы думаете, про что вот этот комикс? Про Чернобыль, да. Да, в журнале «Муха» выходит комикс о Чернобыле, точнее, история о том, как советские милиционеры борются с преступниками-мутантами, которые расплодились после аварии на атомной электростанции и колесят по всему СССР. Ну, дикий век российского комикса предполагал довольно дикие сюжеты, которые сейчас, может быть, даже трудно представить. В реальности комиксная деятельность этих объединений, она прекратилась достаточно скоро. То есть уже после 93-го года все вот это великолепие по финансовым причинам практически сходит на нет. Ну, поскольку и общее состояние в стране, когда уже не до комиксов, и, конечно, всегда проблемой был вопрос сбыта. Действительно, вам могут сказать, что комиксы тогда выпускались тиражами в десятки, сотни тысяч экземпляров, что сейчас выглядит просто колоссальной цифрой, когда издатели рады, если они продадут вам три тысячи экземпляров. Но тогда не было сети распространения, в отличие от нынешнего момента. То есть книги они могли просто гнить на складе, издатели в конце концов залезали в долги и разорялись. Ну, что касается самих комиксистов, то на самом деле 95% их довольно скоро прекратила свою деятельность, и из ныне работающих ветеранов, например, той же студии Ком можно назвать очень немногих. Итак, фестивальный этап двухтысячных. Я не буду говорить об этом периоде долго, но надо упомянуть несколько черт, которые отличают его от дикого века. В первую очередь это влияние интернета. С одной стороны появляются такие комикс-ресурсы, да, как комикс-солет, которые занимаются сбором и архивацией того, что было создано в предыдущее десятилетие. Но, с другой стороны, интернет существенно упрощает общение между разными художниками и представителями субкультуры. Так, в 2002 году художник Хихус и куратор Наталья Монастырева организуют ежегодный фестиваль комиксов «Комиссия в Москве». Кто-нибудь из вас бывал там когда-нибудь? О, всего один человек. Хорошо. А в Петербурге в 2007 году Дмитрий Яковлев основывает комикс-фестиваль авторского комикса «Бумфест». Не пропустите, он происходит, обычно пройдет в этом сентябре, насколько я помню. А на «Бумфесте» кто-нибудь был? Ну, гораздо больше. Хорошо. И появление этих комикс-фестивалей, как мне кажется, влияет на четыре важные вещи. Во-первых, комикс-сообщество перестает распадаться на замкнутые группы, и появляется какая-то воображаемая общность. Во-вторых, появляется институт внутреннего признания, то есть конкурсы, призы, победители и, в конце концов, эксперты, которые как-то все это оценивают. И, в-третьих, комикс-фестивали делают все возможное, чтобы приглашать в качестве почетных гостей разных западных мастеров комикса и выставляют молодых европейских авторов. То есть образуется интернациональное пространство. И, в-четвертых, конечно, комикс-фестивали становится местом привлечения неофитов, потому что многие авторы, которые рисуют сейчас, конечно, они узнали о комиксе именно через «Комиссию» или «Бумфест». В то же время этот период не оставляет каких-то очень больших работ, в основном это сборники, и в то же время именно в нулевые годы, например, появляется такое направление, как «Русская манга». Другими словами, в российское комикс-сообщество начинают вливаться люди, изначально являвшиеся фанатами японских комиксов. И, наконец, современный этап. Условно он начинается в начале десятых годов, и мы действительно можем сказать, что медленно, постепенно происходят очень комплексные изменения во всем поле комиксов. Во-первых, прежде всего происходит почти полная смена поколения, потому что большая часть художников и сценаристов теперь относится к представителям уже первого постсоветского поколения. То есть это люди, по большей части родившиеся после 1988 года, и для которых то, что я рассказывал вам до этого, вроде Кома, Велеса и журнала «Мухи», ну, в принципе, не имеет практически никакого значения. Хотя на ряд комиксистов, конечно, оно успевает повлиять. Во-вторых, изменения связаны с тем, что в России наконец-то появляются зачатки комикс-индустрии. Ну, обычно фанаты комикса любят говорить, что ее в России все еще нет. Но, тем не менее, в 2012 году появляется комикс-издательство «Баббл», который начинает ежемесячно выпускать несколько оригинальных линеек супергеройских комиксов. Кто из вас когда-нибудь читал «Баббл»? Мне интересно. Хорошо. Хорошо. Потом спрошу у вас, какое впечатление. Хорошо. И издательство «Баббл», оно существует до сих пор. Его основателем является Артем Габрелянов, это сын Арама Габрелянова, владельца медиахолдинга «Ньюс Медиа», я думаю, вы его знаете, в который «Баббл» комикс, собственно, и входит. И, как показало время, вот эта идея создать целый пантеон русских супергероев, она спустя годы не провалилась. И изначально у «Баббл» было несколько серий. Ну, например, «Бесобой» — это такой, условно, русский хеллбой, представитель России в аду. «Красная фурия» — такая русская Лара Крофт. «Майор Гром» — петербургский полицейский, который исследует довольно мистические разного рода вещи. «Метеора» — это серия о русской девушке, которая попала в инопланетный космос. И «Экслибриум» — это о школе магов-книгачеев, в общем, подтверждающей стереотипы России, как о самочитающей стране. И единственная серия, которая была прямо завязана на российскую историю, это был «Инак», о котором я буду говорить отдельно. Ну, в настоящий момент «Баббл» ушел далеко вперед, уже имеются сотни второстепенных персонажей. Но, на мой взгляд, как ни относиться к этому феномену, «Баббл» очень важен. Для российской комикс-сцены не только как коммерческий продукт, не знаю, насколько успешный, но в том числе как серьезная комикс-школа для всех тех художников и сценаристов, которые с этим издательством сотрудничают. Для остальных комикс-издательств их можно перечислять довольно долго, я это не буду делать. Выпуск российских комиксов, на самом деле, является довольно периферийной вещью. Но, может быть, за исключением таких издательств, как «Бум-книга». Поскольку в художественном плане «Бум-книга», которая руководит Дмитрием Яковлевым, которую я уже упоминал, она является абсолютным антиподом «Баббл». То есть это издательство, оно фокусируется на авторском комиксе и, условно говоря, пытается проявить в России веточку современного европейского комикса. То есть сложного, серьезного, часто экспериментального. И, в общем, неудивительно, что многие новшества, они происходят именно в этой нише. То есть от первого комикса об инвалидности, например, в России, до первого графического романа о блокаде. Ну, однако, понятно, что никакая комикс-индустрия не существует без каналов сбыта своей продукции. Поэтому в 2009 году, например, появляется самый первый комик-шоп в России. Это петербургский магазин «28-й». Вы когда-нибудь в нем бывали? Поднимите руки. Какая-то у меня не особенно интересующаяся комиксами аудитория. Хорошо, да. И, соответственно, после этого момента, в течение десятилетий, комикс-шопы начинают вообще плодиться, как грибы. И в каком бы городе вы ни были, от Архангельска до Астрахани, от Тула до Владивостока, вы обязательно в любом крупном городе найдете сейчас комикс-шоп. А может быть, даже и несколько. И он даже есть здесь в Новой Голландии. Я не буду называть его, чтобы не подумали, что это реклама, но сходите. Далее. Конечно, комикс-культура не может быть привита, если не существует какой-то маломальской институциализации, которая выходит за пределы тусовок, издательств и фестивалей. И, конечно, на этом этапе с этим справляются специализированные библиотеки. В России их несколько. Например, в 2010 году в Москве на базе РГБМ появляется Центр комиксов и визуальной культуры. А в 2012 году в Петербурге появляется библиотека комиксов. Мне интересно, кто из вас когда-нибудь в ней был. Опять очень мало. Но она находится между Технологическим институтом и Балтийской. Очень советую туда заглянуть. Ну так вот, все эти места, они... Это не только места, где создаются фонды с комиксами на самых разных языках, но это и площадки для научной активности. Например, это конференция из-за текста или наука о комиксах, где исследователи делают доклады на самые разные темы, посвященные истории мирового комикса. Но, к сожалению, как можно догадаться, авторы не очень заинтересованы в изучении российского комикса, тем более современного, но иногда случаются очень большие открытия. Здесь я хотел бы упомянуть монографию сербского филолога Ирины Антоносиевич. Это русский комикс «Королевство в Югославии» 2014 года. Мы с вами живем в довольно парадоксальном мире. Я вам уже сказал, что в Советском Союзе не смогли создать комикс-индустрию за 70 лет. Тем не менее, белые русские иммигранты в Сербии сумели сделать это в конце 30-х годов всего лишь за 5 лет. То есть, если вдуматься, это пример такого тройственного культурного трансфера, когда вынужденные иммигранты читают в Белграде американские или итальянские комиксы, проникаются этим искусством, начинают рисовать свое, при этом на сербском языке. И при этом, что поразительно, огромное количество этих комиксов является адаптациями русской классической литературы. То есть, по большей части, это комиксы на основе Пушкина, Гоголя, Толстого и в том числе советской литературы. То есть, от «Золотого теленка» до «Старика Хатабыча», что удивительно. И это культурное наследие постепенно возвращается в Россию 80 лет спустя, поскольку в 2017 году издательство с красноречивым названием «Черная сотня» публикует огромный сборник этих комиксов, хотя и пытается как-то идеологически присвоить его в имперско-ностальгическом духе. Следующее новшество недавнего времени — это, конечно, комикс образования. Если сейчас у вас созрела мысль, что всю жизнь вы занимались не тем делом, и надо срочно переучиваться на комиксиста, у вас есть, собственно, два выбора. Во-первых, комиксу сейчас учат в Москве в Британской высшей школе дизайна. Во-вторых, в школе дизайна высшей школы экономики существует целая бакалаврская программа комикс, и, что интересно, ее руководителем является Алексей Копнинский, то есть один из участников комикс-студии Ком. И, как мне кажется, появление таких образовательных программ крайне важно, поскольку я уверен, что кумулятивный эффект от работы целого поколения людей, которые получали высшее комикс-образование в университете, оно неизбежно. Но, тем не менее, все перечисленные новшества, которые произошли буквально за последние 5-7 лет, они не должны составлять иллюзию, что у нас все идеально, поскольку, например, как говорит переводчик французских комиксов Михаил Хачатуров, бытует мнение, что сейчас российская комикс-культура по своим масштабам напоминает французскую, но только 30 лет тому назад. Но ощущение, что российский комикс развивается, оно очень сильно остается, и этот рост, я не думаю, что он куда-то исчезнет. И, что самое главное, чем больше развивается российская комикс-культура, тем более ее интересует тема памяти, культурной памяти, и художники начинают рефлексировать над тем, как мы конструируем образы прошлого, и как комиксная форма помогает нам это делать. Теперь, когда у нас есть с вами в голове общий контекст, мы можем обратиться к российскому комиксу в контексте культурной памяти и задаться нашим первым вопросом, каким образом фантастические комиксы массовые обращаются к прошлому и как используют его образы. С одной стороны, очевидно, что сюжет комикса, он может быть сколь угодно фантастическим, но он может скрывать себе определенную идеологию. С другой стороны, прошлое может выступать в роли отвлеченных декораций, то есть в качестве чужой экзотической страны, в которой таким знаком, который свободно гуляет сам по себе и ни к чему нас не обязывает. И тот и другой случай в России, он относится к коммерческому отношению к продукту, то есть тогда, когда, как пишет Джером Дегру, сама история становится товаром, который можно потреблять. И в принципе неважно, в какой форме будет этот развлекательный товар, в виде комикса, ТВ-шоу или компьютерной игры. И в этом смысле я не стал бы говорить, что современный российский комикс, он используется как инструмент исторической политики. То есть тогда, когда история целенаправленно используется для достижения политических целей. Ну, например, в Польше, может быть, вы знаете, есть Государственный институт национальной памяти, это институт поменьше народовый. Ну так вот, он довольно регулярно выпускает комиксы о том, какими плохими в 20 веке были русские, украинцы или еще кто-нибудь. И в таком случае, да, историко-политический смысл такого рода продукции ясен. Но в случае России, как мне кажется, репрезентация прошлого, она остается частным делом, то есть ностальгии, которая присуща конкретным группам, конкретным авторам. И здесь под ностальгией я понимаю, прежде всего, эмоциональное отношение к прошлому. Как вы понимаете, эмоция в фундаменте ностальгии, она может быть совершенно разной. И, например, Светлана Боем, она разделяла ностальгию на два типа. То есть на реставрирующую, в основе которой лежит, допустим, национальная гордость, обращение к истокам или возвеличивание себя через апелляцию к великому прошлому. А с другой стороны, есть рефлексивные ностальгии, в основе которой лежит ирония и деконструкция образов, пережитого тобой прошлого. Если говорить о примере реставрирующей ностальгии в современном комиксе, конечно, нужно упоминать ранние комиксы Баббл, а именно первые тома серии про супергероя Инока. Итак, каким образом Инок показывает российское прошлое? Вообще, Инок — это история о молодом человеке по имени Андрей Радов, который закладывает фамильный крест в ломбард, чтобы купить себе в машину, попадает в аварию и впадает в кому. Находясь в коме, в больнице, он встречается со своим покойным дедом, который сообщает ему, что этот православный крест с камнями был непростой, что это магическая реликвия, с помощью которой Род Радовых тысячу лет защищал Россию от врагов. И если Андрей хочет покаяться за случившееся и вернуться в мир живых, ему надо, как его героические предки, пройти через все значимые войны России, которые вела Россия последние тысячи лет, и победить всех врагов. Таким образом, Радов участвует не только в крещении Руси, бьет половцев, но, например, в сражениях с Ливонским орденом, во время вторжения Наполеона в Россию, во время русско-турецкой войны 1977 года при осаде Плевна. Он также проходит через Сталинградскую битву, штурм Берлина. В конце концов, собирает все магические камушки и приходит в себя уже в больнице. И, в принципе, чтобы анализировать каждый из этих сюжетов, достаточно прочесть морфологию русской сказки Пропа, поскольку нарратив везде строится одинаково. У нас имеется некий реальный враг, будь то турки, французы или немцы. Они используют некую потустороннюю демоническую силу и магические артефакты, чтобы победить русское войско. Ну и вот и каждый раз инок захватывает этот артефакт, чтобы повернуть его уже на пользу русского оружия. При этом понятно, что во всей этой задумке нет чего-то уникального, поскольку если вы читаете Марвел... Кто-нибудь из вас читает Марвел? Нет? Всего один человек? Ничего себе. Хорошо. Если вы читаете Марвел, то вы знаете, что такое перчатка бесконечности. Ну, в принципе, она выполняет абсолютно ту же самую функцию, что и знаменитый православный крест Радовых. И, конечно, идея о том, что исход важнейших событий в истории России определяется игрой потусторонних сил, он опять же не является новым. Например, еще в 2010 году выходит русская манга на основе аниме «Первый отряд. Момент истины». Ну, сюжет довольно прост. То есть во время Великой Отечественной войны две оккультные организации, нацистская и советская, они борются друг с другом, ну, своими методами. И, соответственно, получается так, что души мертвых пионеров, они сражаются с душами рыцарей Ливонского ордена в Чудском озере, ну и, конечно, наши побеждают. В 2010 году, а сейчас не 2010 год, конечно, ну, подобный подход он вызвал крайне много критики в адрес первого отряда, что это такая развлекательная эксплуатация памяти о войне, которая была неприемлемой и неожиданной, ну, для многих людей, которые это реально пережили, ну, поскольку ни о какой-либо классической героизации, либо репрезентации травмы речи не шло. Но, если подумать, как бы и «Первый отряд», и «Инак бабл», они чисто генеалогически заимствуют прием, ну, который был присущ американской супергеройке, может быть, еще 80 лет назад. И примерно как, не знаю, наши предки в 1943 году, условно говоря, защищали, не знаю, блокадный Ленинград или Сталинград, в это время прекрасно в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе американские школьники, они могли читать комиксы про то, как, ну, допустим, капитан Америка, он бьет Гитлера, сражается с такими же фантастическими существами и, в принципе, выполняет то же самое, чем занимается «Инак бабл». Но, если мы отбросим какие-то фантастические элементы и проследим за идеологией «Инака», можно выделить следующие моменты. С одной стороны, «Бабл», он выбрал достаточно бесконфликтные войны для культурной памяти в России, ну, в отношении которых наша память не расколота, и мы вряд ли увидим комиксы, в которых «Инак», например, воюет в Гражданскую войну или в Афганистане. А с другой стороны, стержнем «Инака» является негативная идентичность и синдром осажденной крепости. Это такая линейная история православной России, которая вечно с кем-то воюет, и все вокруг нее являются врагами. И, в конце концов, центральным мифом «Инака», безусловно, остается миф о Великой Отечественной войне, который подается как время интернационального братства советских народов, которого уже нету, но который определяет нашу жизнь до сих пор. При этом облик некоторых исторических деятелей он выглядит крайне двусмысленно. Например, товарищ Сталин или товарищ Дзержинский, они в буквальном смысле показаны как позитивные борцы с адской нечистью. То есть это такая ситуация, когда мы не можем относиться к ней очень серьезно. Когда исторические личности, они становятся уже частью поп-культуры, и мы говорим уже об эксплуатации скорее каких-то узнаваемых символов, за которыми у нас уже нет никаких ассоциаций почему-то ни с красным террором, ни с гулагом. Но, если вдуматься, самым абсурдным и при этом самым интересным является сама концепция русского супергероя, такого как Инок. Например, на Западе есть теория, что в основе американского супергероя лежит миф о человеке Дикого Запада, который, соответственно, забирает у государства монополию на насилие и вершит справедливость таким образом, каким ему указывает его совесть. Но наш русский супергерой, по крайней мере на примере Инока, это такой супергерой, который находится в коме, и чьи подвиги, многочисленные, в буквальном смысле являются галлюцинациями. Они являются бредом. То есть вся его борьба, вдумайтесь, это работа покаяния за то, что он современный молодой человек, забыл о своих корнях и российской истории. И в этом смысле мне, конечно, даже жаль, что Баббл спустя два тома перестал эксплуатировать эту тему и перешел к более безопасным славянским мифам, где Кощей Бессмертный и прочие твари уже не вызывают у нас никаких вопросов. Если говорить о рефлексивной ностальгии, в основе которой лежит ирония, в данном случае ностальгии по советскому строю, конечно, следует упомянуть Аскольда Акишина. Акишин — это, пожалуй, самый известный из ветеранов российского комикса. Его даже иногда сейчас называют классиком, отцом русского хоррора. На его счету большое количество фантастических комиксов, адаптации классики от Булгакова до Лавкрафта, даже Федора Михайловича Достоевского. Он был участником комикс-студия Ком. И, как ни удивительно, наиболее плодотворно и много он стал работать в последние пять лет. И, более того, он является автором одной из первых комикс-автобиографий в России. И я затрону этот вопрос еще отдельно. Из всех российских комиксистов Акишин, он наиболее советский. В том плане, что он больше всего работает с советским материалом. С одной стороны, ностальгически обращаясь к своему пионерскому детству, к пионерским страшилкам. С другой стороны, как-то пытается сочленить советские реалии с фантастикой, которой ему не хватало в советском действии. То есть советские роботы, советские зомби, советские инопланетяне. Но здесь важно то, что Акишин в том числе много работает с советскими символами, то есть советским официозным языком, который в его произведениях оказывается настолько же мертвым и закостеневшим, как и советские граждане, например, на этом рисунке. Но иногда работы Акишина совмещают ужас реальный и ужас фантастический. Например, это его недавняя графическая новелла «Ку-ку», в которой он рассказывает историю о практике лоботомии в сталинское время, когда тысячи людей попросту превращались в овощей в психиатрических больницах. И одна из последних работ Акишина – это графический роман «Амон-Ра». Как вы понимаете, это адаптация одноименного романа Пелевина. И это тот случай, когда постсоветская ирония Акишина и ирония Пелевина, они очень близки друг к другу и даже парадоксальным образом перекликаются с иноком. То есть если инок защищает Сталинград, находясь при этом реально в коме, и это подается нам без всякого стеба, то в «Амон-Ра», если вы читали это произведение, единственное место, куда советские корабли отправляются в космос – это тоже сознание советских граждан. И опять же, по сюжету, советская высадка на Луну – это симуляция, которая призвана убедить самое главное, главного героя, что он действительно герой, космонавт, а его страна – великая сверхдержава. Таким образом, мы видим здесь две разные ностальгии по советскому прошлому, и как это следует из определения ностальгии, и все величие прошлого или его деконструкция, они происходят исключительно в нашем социальном воображении. Безусловно, российские авторы, они обращаются не только к советскому периоду, но и к альтернативной истории, которая, например, связана с Российской империей или гражданской войной. Здесь я кратко упомяну просто два проекта. Это «Аврора», другая история Конопатова и Макеенко, и «Боровицкий» и Ивана Яшукова. «Аврора» – это такая стимпанковская история о том, что было бы, если бы февральской и октябрьской революции не было. При этом Российская империя, благодаря своим технологиям, смогла бы победить в Первой мировой войне. «Боровицкий» и Ивана Яшукова – это уже локальная история об Омске времен гражданской войны. Отчасти она касается истории адмирала Колчака. Но, опять же, все эти проекты, они являются авторскими, единичными, и они, к сожалению, не являются частью какого-то реально большого тренда. И обращение к супергеройке все равно оказывается гораздо интереснее работы с исторической памятью. Но, завершая этот блок, посвященный культурной памяти и фантастике, как ни удивительно, надо обязательно сказать о связи российского комикса и русской классики. Вообще, российский комикс крайне литература-центричен. То есть, о классиках в комиксе можно было бы прочитать просто отдельную лекцию, поскольку имеются многочисленные адаптации. Вот «Мастеры Маргариты» и даже заканчивая, например, таким произведением, как «Анна Каренина» by Лео Толстой, где, опять же, Каренина нюхает кокаин, а Воронский нарисован, допустим, в образе Джона Траволты. И надо сказать, что в российском контексте литература часто заменяет нам историю, и жизнь писателя, его произведения, они становятся призмой, через которую мы смотрим на его эпоху. И если говорить о каком-то реалистическом отражении, то здесь можно назвать сборник «Писатели и революция». Например, он описывает то, как революция повлияла на судьбы таких авторов, как Маяковский, Блок, Бунин, Гумилев. И, как мы знаем, повлияла довольно трагически. Но если говорить о фантастике, или скорее о том, как образы классиков начинают эксплуатироваться в непривычном для нас сеттинге, надо упомянуть обязательно две недавних работы. Во-первых, это Жоржа Дантес, удивительный путешественник во времени, Виталия Терлецкого и Аскольда Акишина. Собственно, это история о том, как Дантес путешествует во времени, убивая русских классиков. От Маяковского и Есенина до, естественно, Пушкина. При этом любовницей Дантеса является Анна Ахматова. И, кстати говоря, убить Пушкина он хочет не зря, потому что, ну, по крайней мере, во вселенной Виталия Терлецкого Пушкин убил 6452 человека и вообще является проявлением демонической сущности, которая хочет уничтожить весь мир. И, во-вторых, это графический роман «Невероятное путешествие от вторника и до субботы» Елецкого и Мельникова. То есть, помимо истории знаменитого фотографа Прокудина-Горского, который одним из первых стал снимать цветные фотографии, там также показан Лев Николаевич Толстой в образе борца с нечистой силой. При этом понятно, что вот в этих двух последних случаях авторы нам ничего не хотят сказать о прошлом, в сущности, и образы классиков, они используются в качестве общеизвестных брендов, а их эпоха в качестве декораций для фантастического сюжета. Но в заключении этого блока можно сказать, что, ну да, с исторической точки зрения все это очень несерьезно. Но, с другой стороны, когда мы видим, как исторические знания адаптируются под нужды массовой культуры, мы, собственно, понимаем, что история, она больше не в руках ученых и политиков. То есть, таким образом, все перечисленные комиксы, они с разной долей успеха выполняют ту же функцию, что и исторические романы, кино, сериалы, игры, которых сейчас в огромном количестве. Они просто превращают историю в развлекательный продукт, ну и, к счастью, способствуют увеличению интереса к истории, несмотря на всю свою фантастическую обертку. Давайте перейдем к следующей теме. Она очень сильно отличается от того, что я говорил ранее. Она показывает совершенно иной принцип работы с памятью, а это именно феномен комикс-автобиографии. Говоря о комикс-биографии, надо учитывать несколько моментов. Как вы понимаете, индивидуальная память, ну то есть то, что мы с вами помним сами, и наша коллективная память, то есть то, что мы помним, ну благодаря рассказам и образам, которые создал кто-то другой, они довольно сильно соприкасаются с таким понятием, как субъективность. А наша субъективность это то, как мы воспринимаем себя, наша автоконцепция, как мы воспринимаем других в этом мире. Ну это можно назвать самым широким определением. И, собственно, в тот момент, когда автор создает свой автобиографический комикс, пытаясь вписать в себя контекст какой-то истории, он делает его уже частью общей культурной памяти и вообще влияет на наше представление о том, как можно говорить о прошлом и о себе. И мы не особенно покривим душой, если скажем, что авторский комикс на Западе в последние 20 лет он живет под эгидой автобиографического поворота. То есть наибольшую известность и премии получают именно автобиографические комиксы. Поэтому, если вы хотите быть успешным, рисуйте интересные истории о себе. Но, правда, чаще всего эти истории, они будут не только интересные, но и крайне трагические. Скажите, пожалуйста, кто из вас читал этот роман? Ну, достаточно много. Хорошо, для тех, кто не читал, я объясню. Собственно, предвестником вот этого автобиографического поворота еще в 80-е годы был сейчас уже самый известный графический роман о Холокосте. Это Маус Арта Шпигельмана. Единственный комикс, который получил Пулитцерскую премию. И, собственно, это история отца художника Владыка Шпигельмана, который сумел спастись восфенцами. И комикс этот, собственно, во многом известен тем, что изображал своих героев в виде антропоморфных животных. Ну, например, евреев в виде мышей, немцев в виде котов, поляков в виде свиней и так далее. Ну, собственно, высмеивая какие-то российские вещи. Но в России, чем Маус известен в России, ну, прежде всего, как бы скандалом, который был вокруг него, когда его пытались запретить из-за свастики, нарисованной на обложке. Довольно ну, абсурдная ситуация, когда антифашистский комикс пытаются запретить по совершенно противоположной причине. Тем не менее, первая значительная комикс-автобиография, она появляется еще гораздо раньше. То есть, еще в начале 70-х годов. Это босоногий Ген Кейдзина Кадзава. Собственно, это огромный графический роман об атомной бомбардировке Хиросимы. То есть, автору было 6 лет, когда американцы сбросили на город атомную бомбу. То есть, его отец, брат и сестра, они заживо сгорели на его глазах. Его новорожденная сестра спустя 4 месяца умерла от голода или от последствий радиации. Ну, очень страшное произведение, на самом деле. И в настоящее время босоногий Ген считается одним из наиболее известных произведений манги, перейденных на большое количество языков во всем мире. Но, тем не менее, если говорить о каком-то тренде, ну, автобиографическом, то, конечно, о нем можно говорить только с конца 90-х годов, когда на рынке авторского комикса появляется целый ряд уже классических произведений, в которых история какой-нибудь страны, она персонализируется через историю рассказчика и его семьи. По большей части эти романы это романы взросления. То есть, историческая эпоха, она обозревается растущим ребенком, подростком, снизу, что, конечно, влияет на его повествование. С другой стороны, я бы не назвал, что это очень реалистический роман. То есть, в них очень сильная доля аутофикшн, то есть, там обилие фантастических и воображаемых элементов, которые переплетаются во снах или фантазиях персонажа с его исторической реальностью. Например, с 1996 года по 2003 выходит графический роман «Священная болезнь» Давида Бе. Эта книга действительно культовая для Франции. То есть, в этой книге через историю одной семьи, в которой один из детей страдает эпилепсией, рассказывается история Франции. С одной стороны, это и рассказы о таких потрясениях, как Вторая мировая война, и Алжирская война, и война в Индокитае. С другой стороны, описываются какие-то нетрадиционные увлечения второй половины XX века, то есть, как дзен-буддизм или спиритизм. С другой стороны, не менее известная автобиография Маржан-Сатропи Персипалис. Кто не вычитал ее? Ну, немного. Да, это история, в которой глазами ребенка с одной стороны показывается драматическая история Ирана в XX веке. То есть, это и шахский режим, и исламская революция 1980 года, и война Ирана с Ираком, когда там правил Саддам Хусейн. С другой стороны, это встреча, конечно, с другим, поскольку часть комикса посвящена эмиграции главной героини на Запад. Третий комикс, который я хотел бы упомянуть, это «Араб будущего», в которой Риад Сатуф, он описывает свое детство на Ближнем Востоке в конце 70-х, в начале 80-х годов, в Ливии и в Сирии времен Муаммара Каддафи и Хафеса Аль-Асада. Это, опять же, очень интересная история интернациональной семьи, поскольку его мать была француженкой, отец был сирийцем, при этом панорабистом. Если говорить об комикс-автобиографиях американских авторов, в них, конечно, гораздо меньше апелляции к истории. Там больше разговоров о травмирующем характере их семей, о поиске себя. Здесь следует упомянуть такие известные работы, как «Одеяло» Крейга Томпсона и «Веселый дом» Эллисон Бэгдалл. Это, пожалуй, самый известный графический роман и комикс-автобиография, затрагивающая ЛГБТ-тему. И, конечно, среди произведений, которые, строго говоря, не являются автобиографиями, но в которых фигура автора является одним из ключевых персонажей, это Палестина Джо Сака. Ну, в действительности, это такой один из шедевров комикс-журналистики. То есть, это огромный рисованный репортаж об израильско-палестинском конфликте. Но, собственно, все то, что я перечислил, это наиболее известные работы, доступные на русском языке. На самом деле, их гораздо больше. И, что забавно, например, что говорит о популярности этого направления, это то, что в Европе авторы, они часто начинают рисовать себе выдуманные автобиографии. Получают за это премии, когда правда раскрывается, тогда происходят даже скандалы. Итак, давайте затронем опыт российских комиксистов, но перед этим опять немножко теории. Опять же, в теории автобиографии есть несколько уже довольно известных постулатов. С одной стороны, субъект, наш субъект, то есть личность, она не является предзаданной, она не является окончательной. Другими словами, наш субъект, он постоянно меняется, и самое главное, он создает себя именно в процессе письма. То есть, когда мы с вами создаем то, что историки называют источником личного происхождения или эго-документом, ну, например, если вы ведете дневник, пишете воспоминания или автобиографию, вы, собственно, и формулируете то, кем вы являетесь и как воспринимаете мир. Но, с другой стороны, автор непосредственно текста и автор как персонаж этого текста, они, безусловно, не тождественны друг другу, и ставить знак равенства между ними нельзя. Ну, опять же, потому что сам персонаж является социальным конструктом, а автор текста как субъект является неокончательным. Но, что такого в комикс-автобиографиях, чего нет в автобиографиях обычных? Скажите, кто-нибудь из вас писал автобиографию? Ну, хорошо, мы пишем иногда автобиографию на работу, но это сейчас, по-моему, большая редкость. Хорошо, а кто-нибудь ведет дневник? Гораздо больше, да. Но я не буду спрашивать, ведете ли вы мемуары, это, может быть, дело будущего. Ну, хорошо, то есть, меня интересовало всегда, почему, как комикс, он позволяет нам расширить набор наших инструментов для конструирования нашей субъективности и для показа образов нашего прошлого. На мой взгляд, здесь существует два новшества. Во-первых, это работа с визуальным документом, который создан, на самом деле, может быть создан задолго до того, как вы начнете писать свою комикс-биографию. Во-вторых, это то, что я называю автографическое тело. То есть, в первом случае, я имею в виду, например, ситуацию, когда благодаря фотографиям автора, его родственников, его рисункам и другим визуальным документам, автор внедряет их в свой комикс уже в обработанном виде, и таким образом автобиографический нарратив, он оказывается в зависимости не просто от нашей с вами индивидуальной памяти, но он оказывается в сильной зависимости от визуального артефакта, который служит уже спусковым крючком памяти, вокруг которого и строится интерпретация нашей жизни. Ну, представьте себе, что вы взяли семейный фотоальбом, решили перерисовать каждое фото, и с одной стороны вы манипулируете этим материалом, поскольку вы будете навязывать ему интерпретацию в виде диалогов, в виде авторской речи, но с другой стороны это ситуация, когда сам визуальный материал начинает структурировать ход вашего рассказа. Второе новшество, не менее важное, это автографическое тело, а именно то, как автор изображает себя в своей комикс-биографии. Поскольку в обычной автобиографии ну что вы можете написать? Я сделал то-то, я почувствовал то-то, но в комикс-автобиографии вы всегда были бы вынуждены изображать свое автографическое тело, чтобы показать, что оно что-то сделало или почувствовало. И в этой связи выясняется как минимум два момента. Во-первых, любое автографическое тело оказывается аутентичным, то есть подлинным. То есть если вам хочется нарисовать себя антропоморфной мышью, слоном, если вы хотите нарисовать себя даже табуреткой, вы тем самым все равно показываете свою субъективность. И в конечном счете вы можете делать с этим автографическим телом все что угодно, создавая абсолютно любые визуальные метафоры вроде этой. Это, например, тоже автобиографический комикс, называется «Голубые таблетки». И я выбрал этот кадр, потому что, например, описывает как тела двух возлюбленных, один из которых является ВИЧ-инфицированным, они словно покрыты воображаемой колючей проволокой. И, собственно, таких метафор вы можете сделать сколько угодно. Ну и, конечно, второй момент – это когда человек осознает разрыв своего субъекта во времени. Ну, когда вы вынуждены рисовать себя просто в разном возрасте. Вы начинаете опираться на фотографии, когда вы младенец, подросток, взрослый человек, пожилой человек. И вы понимаете, что единства вашей субъективности во времени не существует. Ваше «я» оно такое прерывистое. И у вас начинает происходить процесс остранения, то есть отчуждения своего «я», и вам предстоит делать усилия, чтобы понять то, кем вы являлись в прошлом. И это так или иначе отображается в вашей комикс-автобиографии. Давайте проиллюстрируем некоторые моменты на российских примерах. Как я уже говорил, одна из первых автобиографий в комиксах в России — это моя комикс-автобиография Аскольда Акишина. Эта книга была нарисована в 2011-2012 году и, собственно, охватывала предыдущие полвека жизни Акишина. И в первую очередь эта книга будет интересна тем, кого интересует становление российского комикса в конце Советского Союза и в первые постсоветские десятилетия. Как я уже говорил, Акишин был ключевым участником комикс-студии «Ком». И в этом комиксе даже имеется, например, эпизод встречи с одним из авторов «Белградского круга», о котором я говорил, Юрием Лобачевым, который, собственно, и рассказал Акишину о том, что, собственно, российский комикс сейчас начинается не с нуля, что он в том числе был и в Сербии. Что такое моя комикс-биография? Это вот пример того автобиографического рассказа, который действительно сильно зависит от документальной базы, поскольку большая часть рисунков Акишина, ну, например, вот этот. Они основываются на его реальных фотографиях, на его детских рисунках, на документах, грамотах, афишах. С другой стороны, это пример творческой биографии художника, когда автор вплетает в рассказ отдельные куски из тех комиксов, которые он рисовал в разный период жизни. Ну, например, одним из первых комиксов Акишин нарисовал в армии. Надо сказать, это был жуткий комикс, поскольку он описывал реальную ситуацию дедовщины в соседней части, которая закончилась массовым убийством. Комикс этот, в конце концов, порвал его старшина, и в мою комикс-биографию он, соответственно, не попал. Он нарисовал другой. Ну, и как я говорил, сам Акишин это большой любитель аутофикшин, потому что большая часть его книги, она построена на соединении реальных кусков с какими-то вымышленными. Например, к вопросу его советской рефлексивной ностальгии. Он описывает историю, как его послали на завод, а он художник, он, собственно, не должен там работать. И он, в конце концов, собрал автоматы и поубивал свое начальство. Ну, опять же, это был вымышленный момент. Ну, так или иначе, моя комикс-биография, она точно создаст у вас представление о творчестве одного из пионеров российского комикса. Следующая комикс-биография, о которой я скажу, она интересна уже совершенно не работой с документом, а именно с автографическим телом. Это «Полуночная земля» Юлии Никитиной. Кому-нибудь из вас она известна? Да, довольно многим. Юлия Никитина, как мне представляется, это один из самых талантливых авторов того поколения комиксистов, который мы назовем первым постсоветским. Она родилась в Селехарде, она училась в Тюмени, сейчас она живет в Санкт-Петербурге. И, ну, некоторая часть ее комикс-биографии, она посвящена тяжелой жизни на Дальнем Севере в голодные 90-е годы, когда ее воспитывала одна мать. Таким образом, это рассказ, с одной стороны, истории взаимоотношений дочери и матери, во-вторых, это истории становления автора как художника и, в-третьих, история борьбы со своей болезнью. В отличие от Акишина, который рисует свое автографическое тело в довольно реалистической манере, стиль Никитиной складывается именно из экспериментов с изображением телесности, болезни, травмы. Это предполагает работу с очень большим количеством телесных метафор. Ну, например, как на этой странице, чтобы показать материнскую опеку в детстве, автор, например, рисует себя в животе матери, где он постепенно растет, пытается вырваться наружу. Или, например, болезнь может изображаться в виде героини, которая засыпает снег, когда она лежит на кровати посреди улицы. Или жизнь, ну, проведенная в болезни, она может изображаться в виде автора, сидящего, не знаю, внутри огромной банки с таблетками и так далее, и тому подобное. То есть полуночная земля, она целиком построена на подобных метафорах, когда изображение своего тела становится главным инструментом передачи своих эмоций внутреннего мира. И это тот инструмент, как вы догадались, которого по объективным причинам нет ни у одного автора традиционной вербальной автобиографии, но есть у автора комикс-биографии. И радикальный пример работы с фотографическим телом, это, конечно, графический роман Владимира Рудака и Елены Ужиновой «Я слон». Кто-нибудь из вас читал его? Нет. Этот роман первый российский комикс об инвалидности. То есть, с одной стороны, это история тех жизненных тягот, которые сопутствуют инвалидам в России, с другой стороны, это в том числе попытка деконструировать те стереотипы об инвалидности, которые насаждаются массовой культурой и которые вызывают отторжение или как минимум иронию у человека, который в реальности оказался в такой непростой ситуации. А в строгом смысле этого слова этот роман не является автобиографическим, но тем не менее он основывается на личном опыте Владимира Рудака, автора пьесы, на основе которой был создан этот комикс, то есть на опыте боли и взаимоотношений с собственным телом, который в один ужасный миг перестает функционировать нормально. И главный персонаж, как вы здесь видите, он изображается в двух или даже трех ипостазиях. С одной стороны в виде человека в инвалидной коляске, с другой стороны в виде говорящего слона, который возит на коляске беззвучную и безвольную куклу. Таким образом, на визуальном уровне мы видим оппозицию между немощным телом и человеческим сознанием, который ищет себе лучшей жизни. При этом, что интересно, хотя, как я выяснил, вы не знаете это произведение, Яслон — это один из немногих российских комиксов, который получил «Международное признание». Этот комикс был включен в каталог престижного конкурса детских книг «Белые вороны», хотя само произведение, конечно, детским не является. В итоге, конечно, перечисленные автобиографические работы, они немного нам говорят о прошлом какой-то большой общности. По крайней мере, нет ощущения, что авторы хотели бы вписать себя в часть какой-то большой истории. Но, тем не менее, и активная работа с визуальным документом, и работа с визуальными метафорами, автографическим телом, она, на мой взгляд, оказывается теми инструментами, которые существенно расширяют способы выражения нашей субъективности и работы с репрезентацией нашей индивидуальной памяти. Теперь мы перейдем к финальному блоку о том, как говорить о трудном прошлом языком комикса. Вообще, еще полгода назад говорить об этом на российских примерах было практически невозможно. И все, что, собственно, было у российского читателя, это классические работы вроде Мауса, вроде Персиполиса. Однако тенденция, что что-то начнет меняться, она почувствовалась еще года два назад. Например, в 2017 году на комикс-фестивале Бумфес был объявлен конкурс на тему «Семейный архив». И победителями стали две работы. Во-первых, слева это комикс Анны Воловик-Яков, то есть это история ее прадеда, чья семья была раскулачена, а он потом был репрессирован в 1937 году. И, во-вторых, это комикс Ольги Посух «Два чемоданчика». Это история без слов о том, как мать и две дочери после 1937 года собирают чемоданы с личными вещами и из года в год ждут, когда за ними придут. К ним, к счастью, никто не приходит, и эти чемоданчики со всеми вещами собственно и становятся семейным архивом для будущих поколений. И 2019 год, мы с вами живем в историческое время, он оказался очень важным и удивительным для российского комикса. Недавно, в мае этого года, в Музее истории ГУЛАГа прошел круглый стол, где, собственно, обсуждалась репрезентация травматического прошлого в комиксах. Ну, с одной стороны, речь шла о недавних переводных изданиях, вроде дневника Анны Франк или, например, чешский комикс об астарбайтерах «Принудительный труд в Третьем рейхе», который издал Международный мемориал в России. Но, что важнее, для нас появляются российские образцы. Это сборник комиксов о ГУЛАГе «Выживший», созданный Музеем Истории ГУЛАГа, и первый графический роман о блокаде Ленинграда — это Сурвила Ольги Лаврентьевой. И вывод, прозвучавший на этом круглом столе, он был достаточно предсказуем. С одной стороны, стремление взяться за тему катастрофы в комиксе — это стратегия по легитимации комиксного искусства, который на Западе оставался маргинальным еще лет 30 назад. А в России, к сожалению, остается таковым до сих пор. Но, с другой стороны, и сама форма комикса оказывается такой экзотичной наживкой и оберткой, которая привлекает внимание общества к репрезентации этой травмы. И, конечно, создает медийный эффект. Потому что неудивительно, что роман Сурвила о блокаде получил такое освещение в СМИ, какого не было ни у какого другого российского комикса до сих пор. Итак, я хотел бы затронуть несколько кейсов. Во-первых, совсем коротко комикс «Эхо Сандармоха», потом музейный комикс «Выжившие», и потом я перейду к роману «Сурвила». Первый проект, о котором я скажу очень коротко, поскольку это незавершенный проект, но тем не менее он очень многообещающий, это «Эхо Сандармоха» художницы Елены Ужиновой и сценариста Алексея Костина. Ну, Елену Ужинову я уже упоминал. Это проект графического романа, который, с одной стороны, он посвящен истории массового расстрела 1111 заключенных Соловков в урочище Сандармох в 37-38 годах, а с другой стороны, это рассказ, я думаю, об историке Юрия Дмитриеве, одном из деятелей мемориала, который это место, собственно, обнаружил и который приложил массовые усилия, чтобы сделать эту трагедию гласной. Ну, как я думаю, вы знаете, в последние годы Дмитриев подвергался уголовному преследованию. Конечно, есть версии, что это происходило во многом из-за его деятельности. Вот на этом слайде вы, например, видите страницу комикса, на которой Дмитриев обнаруживает останки, череп, простреленный одного из погибших. И, судя по тем страницам, что уже готовы, видно, что в романе будет уделяться много места деятельности создания общества и мемориал, в том числе роль академика Сахарова, Горбачева в реабилитации жертв массовых репрессий. И, как мне кажется, этот роман, он однозначно затронет уникальную для российского комикса тему, показывая нам не столько трагическое прошлое, сколько стремление его понять, приблизиться и восстановить справедливость в настоящее время, которое, как вы понимаете, остается затрудненной. Ну и, к глубокому сожалению, конечно, буквально две недели назад Алексей Костин умер, но я, тем не менее, надеюсь, что Елена Ужина хватит сил, терпения довести этот проект до конца. Следующий тип комикса, который я хотел бы представить, это музейный комикс. Я расскажу о нем на примере сборника графических Нобелл «Выжившие». Вообще, музейный комикс, если мы попытаемся его определить, это довольно недавнее изобретение, то есть, это такой визуальный нарратив, который рассказывает нам историю, при этом изображая пространство, объекты, либо персонажей музея, чтобы привлечь аудиторию и дополнить уже сложившуюся экспозицию. И можно назвать здесь две стратегии музейного комикса. Во-первых, это комикс-путеводитель. И первый российский комикс такого рода, он появился только в прошлом году, это путешествие по Эрмитажу Варвары Помидор и Дарьи Агаповой. Музейный комикс такого типа крайне популярен во Франции, прежде всего в Лувре, где существует практика, что музейщики, они запускают туда художников и разрешают рисовать им комиксы на самые разные темы, главное, чтобы местом действия был Лувр. То есть суть такого комикса в том, что он смещает внимание читателя с произведения искусства, смещает на его зрителя, на посетителя, то есть описывает эмоции посетителя, субъективную реакцию на музейные предметы. То есть это скорее комиксы не о музее, а о том, как люди ходят в музей и что они в нем черпают. Ну, в случае с путешествием по Эрмитажу, это была история о мальчике и девочке, которые приходят в Эрмитаж и знакомятся с произведениями Рембрандта. Но вторая стратегия, она совершенно другая. То есть это ситуация, когда музей с помощью комикса рассказывает о судьбах людей, чьи истории уже являются частью его экспозиции. И таким комиксом является сборник Выживший. Он был создан Музеем Истории ГУЛАГа и креативным агентством Бибиду Москву при поддержке Фонда памяти. Другими словами, Выживший это воспоминания жертв массовых репрессий. И по сути они основываются на четырех интервью с людьми, которые были детьми или подростками, чьи родители или сами были репрессированы. Понятно, что проект носит педагогический характер о том, чтобы сформировать среди молодежи знания трагических событий в истории нашей страны, дать возможность почувствовать боль и ужас того несправедливого времени с тем, что каждый для себя решил, как важно не допустить его повторения. При этом, когда я спрашивал, почему был выбран именно формат комикса, выяснилось, что были разные варианты, что собственно формат был выбран достаточно спонтанно и иллюстраторы его создававшие в общем до этого никогда комиксов не рисовали. И даже более того, они опасались называть все это комиксами, они называли это графическими новеллами, но медийный эффект получился именно из-за того, что журналисты называли выживших комиксом про ГУЛАГ, что говорит о том, что комиксная тема она до сих пор является чем-то очень экзотичным и потенциально скандальна. Собственно, купить печатную версию, я думаю, вы можете только в музее, но если вам интересно, вы можете зайти на сайт музея истории ГУЛАГа и можете там бесплатно скачать PDF-версию. Собственно, как выглядит этот формат? В начале истории дается краткая справка биографического репрессированного человека, потом показывается некий предмет, принадлежащий ему, находящийся в экспозиции. Например, в данном случае это бочонок для леденцов фабрики Красный Октябрь, который, собственно, отец подарил своей дочери, прежде чем он был репрессирован. И вы можете воспользоваться, почему-то не высадился QR-код, но, тем не менее, вы можете перейти на ссылку и посмотреть, послушать интервью, на основе которых вообще был сделан этот комикс. Далее идет сам комикс, обычно это страница 20, он рассказывает некую историю, но этот слайд о том, как отца забирают. А в конце находится справочная информация, которая, я думаю, была интересна всем, не только подросткам, например, за то, что за 27 лет существования ГУЛАГа через лагеря, колонии прошло 20 миллионов человек, что, например, в детские дома было отправлено более 25 тысяч детей. И, как мне кажется, все это в теории вообще достаточно грамотно, потому что и для педагогических целей. С одной стороны, комикс, он как бы очеловечивает сухую статистику, чью чудовищность нам, я думаю, тяжело вообразить. Ну, с другой стороны, он пробуждает интерес к оригиналу. Ну, и за всем этим стоит, как мне кажется, довольно дельное желание ввести в музей то, что в современных медиаисследованиях называется трансмедиа-стерителлинг. Трансмедиа-стерителлинг это прием, когда мы пытаемся рассказать одну большую историю, ну, назовем это вселенную, с помощью разных медиа. То есть мы заставляем читателя переключаться между разными посредниками памяти, которые, главное, дополняют друг друга. Не повторяют, но дополняют. Ну, например, в этом случае это как бы и музейная экспозиция, и комикс, и в том числе может быть сделан на основе этого документальный спектакль, например, театр Вербатим, и само интервью. Ну, это такая позитивная сторона этого проекта, но если говорить о нарративе, конечно, он достаточно спорен, поскольку нам показывают все-таки не ГУЛАГ во всей его чудовищности, а некий, назовем это ГУЛАГ-ЛАЙТ, который не страшно показать современным подросткам. И это желание говорить детям о жертвах сталинского режима таким безопасным языком, оно, конечно, приводит к некой ловушке, когда в сущности то, что мы получаем на выходе, это такая история об идеализированных родителей, которых потом уничтожает безымянная, никак не персонифицированная машина абсолютного зла, и при этом возникает асимметрия между памятью о жертвах и памятью о преступниках, ну, поскольку о преступниках мы из этого комикса ничего практически не узнаем. При этом это такой разговор о ГУЛАГе, когда история рассказывается как путь преодоления, то есть человек в ГУЛАГе, он якобы становится лучше, чище, ну, потому что сопротивляется превращению в тупое бездуховное существо, ну, и в конце концов он выходит на свободу, где счастливо соединяется с родственниками. Но в этом есть, на мой взгляд, некая такая антишаламовская оптика, поскольку я напомню, например, сам Шаламов считал, что с первого до последнего дня лагерь это отрицательный опыт, то есть это отрицательная школа, это растление для всех, для начальников и заключенных, для конвоиров и зрителей, и что ничего хорошего в лагере с человеком даже имплицитно случиться не может, и выходит он оттуда с мучительной травмой на всю жизнь. Но выживших мы, к сожалению, этого не увидим, и, ну, большая часть этих историй, она заканчивается хэппи-эндом, и далее не идет ни разговора, ни о какой травме, и, на мой взгляд, это, ну, как минимум искажает перспективу, в которой вообще жертва ГУЛАГа живет сначала чудовищной, голой жизнью, а заканчивает свою жизнь, возможно, в полном экзистенальном крахе. И последний проект, о котором я буду сегодня говорить, это сурвила Ольги Лаврентьевой. У меня вопрос к вам. Кто из вас читал этот проект? А кто о нем хотя бы слышал? Ну, достаточно много. Но для тех, кто не слышал, я могу вас поздравить, поскольку, несмотря на свою молодость, Ольга Лаврентьева, на мой взгляд, является самым значительным автором российского комикса на данный момент. И практически все свои работы Лаврентьева обращает к теме памяти. Они, основываясь на документальных свидетельствах, и пафос ее интервью в том, что российским авторам часто не хватает обращения к серьезным остро-социальным темам. На этом слайде вы можете увидеть ее работы до сурвила. Во-первых, это процесс 12, это графический репортаж о суде над нацболами в 12-м году. Во-вторых, это сборник «Непризнанные государства», «Одиннадцать историй о сепаратизме». И в-третьих, это графический роман Шуф, публикованный издательством «Бумкнига». При этом, роман Шуф, если вы его не читали, я крайне рекомендую вам его прочесть. Он не менее важен по своему значению, чем сурвила. Это такая крайне оригинальная попытка заглянуть на 90-е годы, которые многие из нас пережили глазами ребенка. И это пример такой ироничной, очень рефлексивной ностальгии по тому времени. Например, автор описывает себя и своего брата, как они, например, играют плюшевыми медведями федералов и чеченских террористов или проституток. И при этом описывает такой магический реализм. То есть, описывает потустороннюю Россию, в которой партизаны Великой Отечественной войны, например, борются с уже мертвыми погибшими бандитами 90-х годов. И при этом в основе этого также имеется документальная основа. Это детский комикс, который, собственно, Лаврентьева и ее брат рисовали в 90-е годы, который рассказывал о таком мистическом самоубийстве их соседа. Но, в отличие от Шуф, Сурвила гораздо меньше сюрреализма, и меня он интересует тем, как в нем взаимодействуют старые и новые языки о блокаде. Как вы знаете, 19-й год это год 75-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда, и вообще примечательно, что первый комикс о блокаде появился спустя столько лет. Собственно, Сурвила это биография бабушки самой Ольги Лаврентьевой, Валентины Сурвила, чей отец был расстрелян в 1937 году во время большого террора. Главной героиней и ее семье попали в ссылку, они потом были высланы из Ленинграда, и, собственно, главная героиня перед самой войной вернулась в Ленинград и даже сумела выжить на протяжении всей блокады. И последующие годы она пыталась узнать правду о своем отце. Вообще, это довольно толстая книга, в ней больше 300 страниц, и это такое свидетельство титанической работы, которое продолжалось фактически пять лет. И в основе ее лежало очень много разных материалов, ну, с одной стороны, это и интервью бабушки, и, во-вторых, следственное дело ее прадеда из архива ФСБ, ну, и, опять же, различные агитплагаты и блокадные фотографии. Чем интересен этот роман? Ну, прежде всего, тем, что это роман постпамяти. Вообще, Марианна Хирш, анализируя роман Шпигельмана «Маус», она определяла постпамять как то, что описывает, какое отношение имеют последующие поколения к личным, коллективным и культурным травмам, к изменениям, которым подверглось поколение предыдущее, к тому, что они помнят только благодаря историям, образом, поведению людей, среди которых они выросли. Ну, и не секрет в том, что сейчас никакой реальной памяти об этих событиях не существует, и мы все с вами являемся поколением постпамяти, поскольку все, что мы знаем о войне, и в том числе о блокаде, мы знаем благодаря нашим родственникам. Таким образом, Сурвила — это пример такой деглоссии, когда одинаково важны и голосы бабушки, и внучки, и в принципе, вот эта проработка травматического, она оказывается возможна именно потому, что появляется человек, способный слушать того, кто был свидетелем катастрофы. И здесь мы видим, ну, по сути, перевод этих воспоминаний в визуальный ряд, и он оказывается довольно экспрессивен, и каждый кадр показывает неустойчивость и зыбкость памяти, более чем мучительный. Что, собственно, нового в том языке, которым Ольга Лаврентьева говорит о блокаде? Ну, я напомню, что основная сфера моей деятельности — это изучение именно культурной памяти о блокаде, и поэтому мне был крайне интересен этот кейс. Конечно, прежде всего, Сурвила разрушает герметичность блокадной истории. Эта герметичность, она вообще скрыто лежала в основе советского официально приемливого нарратива о блокаде. И в этом смысле, если бы Лаврентьева была плохим советским писателем, то Сурвила бы закончился на моменте салюта в честь полного освобождения Ленинграда. И поскольку для советского и, к сожалению, до сих пор для постсоветского нарратива о блокаде этот финал, он оказывается таким событием, которое, с одной стороны, радостно, с другой стороны, не очень хочется смотреть, что было после. Но Лаврентьева, она показывает, что блокада — это не то, что кончается в 1944 году, а большой террор — это то, что кончается в 1938. Суть ее произведения в том, чтобы показать, что последствия ужаса, они бесконечны. Они и за ужасом идут десятилетия страха, травмы, и, ну, главное, стигматизация главной героини как дочери врага народа, и, опять же, беспокойство за своих родных, которые продолжают жить в человеке, несмотря на то, что она живет в вроде не очень военное и репрессивное время, до сих пор. второй важный момент — это стремление соединить две катастрофы, или, как сказала бы Ольга Бергольц, спаять тюрьму с блокадой. Здесь вы видите, на самом деле, едва ли не самый поразительный момент во всем романе Лаврентьева, это когда главная героиня признается своим подругам, что вообще-то блокадные карточки значат для нее то, что не придется больше голодать. Ну, вещь какая-то парадоксальная для нас, поскольку она дочь врага народа и она уже испытывает этот голос и ужас задолго до блокады. И таким образом здесь содержится некое скрытое сообщение, что если вы хотите понять состояние страдающего блокадника, вы должны примерить страдания человека, стигматизированного советской властью и наоборот. Собственно, Валя, главная героиня, она единственное место работы, которое она находит, это тюремная больница. И это сразу резонирует как бы сразу с двумя традициями соотнесения блокады и тюрьмы. То есть первое, мы можем воспринимать блокаду как убежище, то есть, например, каковым оно было для Ольги Бергольц, поскольку мы тоже знаем, что она подверглась репрессиям до войны, и для нее блокада, она стала таким чудовищным убежищем, которое позволяло ей снова читать по радио стихи, воодушевлять людей и, соответственно, реанимировать себя как советского субъекта, как советского человека. И, собственно, Валя Сурвила в этом романе делает то же самое, она не просто теперь дочь врага народа, она еще ухаживает блокаду за ранеными и тяжелобольными. Ну, а вторая традиция это блокада как двойное кольцо. И, собственно, эта традиция идет от других свидетелей блокады, от Лидии Гинсбурга, от Ольги Фрейденберг, о том, что Ленинградская блокада это, ну, собственно, двойная блокада. С одной стороны гитлеровская осада, с другой стороны сталинское дисциплинарное кольцо. И, я не знаю, хотел ли Лаврентьеву передать это, но мне кажется, что история девушки, которая находит единственное блокадное убежище в тюремной больнице, ну, в таком символе этого сталинского дисциплинарного кольца, мне кажется, метафорой и первого, и второго случая одновременно. Но, с другой стороны, что, собственно, старого в том языке, которым Сурвилла говорит о блокаде, ну, с одной стороны, это соцреалистический историзм. О нем вы можете прочитать в книге Татьяны Ворониной, помнить по-нашему. Собственно, многие его элементы присутствуют и здесь. Другими словами, мы с вами во многом привыкли рассказывать историю блокады как историю абсолютной солидарности протагонистов в их борьбе с внешними, с внутренними врагами ради выполнения общественной задачи, то есть победы. Ну, даже если иногда протагонистам угрожают расстрелом, чтобы они работали получше. И этот нарратив, он покажется большинству из нас само собой разумеющимся, но это не так. Но это, тем не менее, говорит о том, что советский способ говорения о блокаде, он стал за столько лет настолько нерефлексируемым нами в 21 веке, ну, что и, собственно, и в Сурвилле не всегда понятно, чей голос ты слышишь. Ну, главной героиней или такого большого советского мифа о блокаде. И, как признается Лаврентьева, этот комикс Сурвилла, он в традиционном плане женский. То есть там очень мало боевых действий, их практически нет, там мало политики, но при этом образ военного, который возвращается с войны, там все-таки присутствует. И, мне кажется, в этом есть, ну, определенная негативная сторона, поскольку у читателя может после романа сложиться двусмысленное впечатление, что все солдаты возвращались с фронтов здоровыми, веселыми, увешанными медалями. Но, к сожалению, у нас есть роман теперь о блокаде, но, к сожалению, у нас все равно нет романа о Ленинградской битве, поскольку это история миллионов военнослужащих, которых, ну, война сделала инвалидами, и чье физическое и психическое состояние навсегда исковеркало. Ну, к сожалению, это такой момент, когда женский взгляд на солдата оказывается очень мелодраматичным. Но, опять же, любовная история тут не выглядит плоской, поскольку взаимоотношение пары, оно обнажает, ну, с одной стороны, и социальное неравенство в советском обществе, и, с другой стороны, невыносимой жизни в стигматизации, когда ты дочь врага народа, и семья твоего суженного тебя не принимает. С другой стороны, в Сурвиле присутствует то, что можно назвать катафатикой. Это то, что касается показа блокады. Вообще, примитивно к блокаде катафатика, она значит представление, что мы вообще можем изобразить эту чудовищную катастрофу, как она есть. То есть, мы можем, так сказать, рассказать историю о том, как миллион людей де-факто погиб, и выжившие, так сказать, тоже испытывали травму на протяжении всей своей жизни. Но, тем не менее, блокада, она является таким, настолько большой катастрофой, в том числе, сравнимой с Холокостом, и известно, что подобного рода чудовищные катастрофы могут и не быть репрезентируемыми, и попытка репрезентировать их или думать, что мы можем сделать это, для кого-то может являться даже преступлением. Таким образом, Лаврентьева в своем романе, она стремится к эффекту аутентичности. То есть, мы видим, как она использует в качестве фотореференсов очень много блокадных фотографий, но ирония как бы в том, что когда мы используем все эти образы, мы де-факто оказываемся заложниками того, что называется иконографический блокадный минимум. То есть, мы начинаем воспроизводить образы, которые уже давно являются 70 лет клише, но единственное, что, как Лаврентьева меняет контекст, она, например, рисует все это расплывчато и пытается символизировать неполноту и фрагментарность памяти своей главной героини. Но, с другой стороны, эта катафатика в Сурвиле, она проявляется в том, что блокада, конечно, показывается как набор очень брутальных сцен, как бы страдания, умирания, смерти. И, ну, для многих из нас это показалось бы чем-то само собой разумеющимся, но последние десятилетия считается, что изображение страдания в таком виде, оно выглядит довольно крайне консервативно и, на самом деле, эмоционально невыигрышно, поскольку мы здесь видим гибель, окончательную гибель и унижение человека, говорим об локаде в лоб, при этом не достигаем некой дистанции, то есть некого зазора, неких фигур умолчания и, может быть, даже магического реализма, которые на самом деле сделают наше эмоциональное чувство гораздо сильнее, поскольку можно один раз посмотреть на труп или на тело дистрофика, но когда ты смотришь десятый, сотый, тысячный раз, это не будет вызывать у тебя абсолютно никаких эмоций. То есть, это, конечно, спорный вопрос, но, тем не менее, есть представление о том, что и сарай с замороженными трупами, и такого рода исследования деградирующей телесности, они не столько вызывают сочувствие к жерти, сколько дегуманизируют ее, хотя я уверен, что Лаврентьева хотела такого эффекта меньше всего. Но, тем не менее, несмотря на всю эту критику, мы имеем дело с действительно выдающимся и очень неординарным произведением, которому в российском комиксе пока нет равных и которые я крайне советую вам прочесть. Итак, друзья, мой обзор подошел к концу. Так или иначе, теперь вы можете оценить все те направления российского комикса, для которых обращение к истории России или к культурной памяти является ключевым. То есть, будь то фантастические комиксы, автобиографические или посвященные нашему трудному травматическому прошлому. Ну, как вы догадались, все эти подходы, они реально могут существовать даже в одном произведении. Ну, и в заключение я хотел бы сказать, что, на мой взгляд, именно обращение к прошлому сейчас, оно позволит современному российскому комиксу легитимировать себя в глазах той публики, которая пока считает его маргинальным или привлечет тех, кто пока даже не знает о существовании российского комикса, а таких людей довольно много. И наше прошлое довольно непредсказуемо, и каждый раз мы переизобретаем его заново для своих нужд. Но, как мне кажется, комикс в этой ситуации это один из инструментов, с помощью которых мы можем выразить свою ностальгию и свою травму. спасибо за внимание.